Всем большой привет, ребята! Меня зовут Валентина. Сегодня я приглашаю вас со мной по секонд-хендам города Мариуполь. Первый магазин это не секонд-хенд под названием Нирвана. Здесь завоз по средам. Это мы были как раз в день завоза. Первым делом посмотрели обувь, были разные варианты. Как выстраивается ценовая политика здесь для меня большая загадка, потому что те модели, которые нравятся мне, стоили вообще недорого от 40 гривен. Ну а вот такие вот всякие не брендовые, не кожаные были заценены в 160 и больше. Как-то я уже показывала вот такую вот интересную обувь. Это специальные макосины пляжные, чтобы не ходить по горячему песку. Перешла в отдел с одеждой. Кстати, здесь засветило немножко фрагмент того, что я купила от босоножки. Попалась вот такая вот майка от Вэнс. Это оригинал, но она была сильно закошлачная, брать не стала. Также нашла платье от бренда Гэс. Она стоила на 130 гривен, но материал 100% полиэстер, поэтому тоже оставила в магазине. Это уже следующий магазин. Здесь я попала в отсек подвальный. Примерку с верхнего этажа я уже показывала, а теперь что-то удалось найти внизу. Очень понравились вот эти вот кожаные винтажные туфельки, но состояние не идеальное. А вот те, что показывала ранее, я взяла. Это мы переместились уже в третий секонд-хенд. Здесь такое попалось платье романтичное от Zara. Вот эту вещь мы купили. Это мазки на платье. В составе есть шелк. Скоро будет выставлено в аккаунте шоурум Trendy Forever, где я продаю вещи. Цена его была что-то около 80 гривен. Здесь не 100% шелк, а здесь с примесями. Потом вот такая вот няная юбка длиной макси классного лимонного цвета попалась. Она большого размера, если не ошибаюсь, это 22-й. По низу у нее вышивка. Очень красиво смотрелась, если был бы мой размер. Это винтажная мастерка от бренда Fila. Стоила порядка 200 с копейками гривен. Бирка с составом была настолько изношена, что прочитать у нее практически невозможно было. Также были катушки. Ну и сказать, что прям идеальное состояние не могла, поэтому оставили в магазине. Потом попалась вот такая вот шелковая юбка от Monsens. Монсон с вышивкой, очень красивая, длиной макси, но у нее был дефект, поэтому брать не стали. Всегда в секонд-хендах обращаю внимание на отсек с бижутерией, но чаще всего в этом отделе она попадается китайская, то есть не какая-то винтажная или интересная. Поэтому так для галочки посмотрела, но ничего брать не стала. А это мы переместились в секонд-хенд волыка шафа на Ленинградском. Здесь, как всегда, громаднейший выбор обуви, много замшевых, кожаных вариантов. Есть актуальные фасоны, есть несезонная обувь и мужская, и женская, и для детей. Вот такие вот понравились туфельки кожаные, они вообще практически идеальны. На бирке указан размер 38, цена 79 евро. Прошлись по дам с одеждой. Вот попался вот такой вот ромпер, тоже новый, из кружев-решелье, маленького размера. Это вот замшевые босоножки. Я в предыдущем влоге с волыкой шафы показывала подобные варианты только на каблуке. Очень нравятся вот такие вот ажурные накидки пляжные на лето. У меня несколько уже представлено в моем профиле, и у себя в шифонере тоже наблюдаю. Опять пошла к обуви, все меня тянуло, к ней рассматривала. Даже кое-что примеряла, немножко попозже покажу. Все мне нравятся вот такие вот туфельки с острым носочком, хотя прекрасно понимаю, что они ногу в 90% случаев уродуют. Кстати, я узнала, что когда обувь так вот залеживается, надолго ее потом отправляют в другие отделы, и там можно купить ее дешевле. Мне мама уговаривала примерить вот эти вот слепончики. Это натуральная замша, но я не стала их рассматривать. Перешли в другой зал. Здесь цена уже была другая. Понравились вот эти вот эспадрильи сапоги. Впервые встречаю такую модель необычную. Я даже уговорила маму примерить их, хотя этот размер был 41, у нее 39. Но так посмотреть, мне просто было интересно, как они на ножке будут смотреться. Стоили они 150 гривен. Ну, конечно, такие громадины. Если были бы по размеру, может быть, бы и взяли. Потом мне напалась такая вот шляпа соломенная, с позолотой от бренда H&M. Но я заметила, что шляпа немножко стерта поля, поэтому не стала брать. А вот это вот вообще кожаные туфельки в идеальном состоянии. За 40 гривен можно было их купить. Потом попали смешные какие-то леггинсы с подтяжками. Ну, такое брать мы даже не стали. Так показать в качестве разнообразия. Платье было очень много вариантов. И льняные, и шелковые. В этот раз примерку я не успела снять, потому что мы очень долго времени провели в секонд-хенде. И потом долго отбирали вещи. И в итоге получилось, что... Примерку покажу в конце другого магазина. Юбка от бренда Ralph Lauren, но у нее были дефекты. Катушка вот такая вот, которая... Я могла бы ее заправить, но вот пятно я никак бы не отстирала. Она такая впечатление, как от помады или от фломастера. Понравилась футболка от Zara с таким вот интересным человечком. Вокруг расшита бисером. Конечно же, я как фанат бисерных изделий не могла пройти мимо. Прикольная штукенция. Вот такой вот жакет. У него интересная акцентная деталь. Это застежка. Но его брать мы не стали, так как состав ненатуральный. А вот здесь вот кардиган с шерстью 100%. То есть классный, хороший, качественный. Но меня смутило, что размер указан Элька, а он маломатый. Наверное, его неправильно постирали. Люблю такие вот объемные вышивки на одежде. На свитере красиво смотрятся. Это вот винтажный свитер. Твитер, твинерс. Здесь идет классное цветовое решение, изумрудное и голубое. Но состояние не ахти. А это я показываю, сколько мы вещей набрали. Когда я стою на кассе в очереди, всегда рассматриваю, что на витрине представлено. Вот такой вот Adidas костюмчик. И теперь мы перемещаемся с вами в Хуману. Сегодня цена все по 72 гривны. Сразу перешли к отделу с обувью. Здесь было много босоножек, кожаных туфелек. Смотрели, смотрели. Потом пошли в одежду. Но хочу сказать, что немножко позже я покажу, когда мы повторно вернулись к отсеку с обувью, что нам удалось найти. Я просто была в шоке, если честно. Как мы так проморгали эту бару. У меня есть правило. Я часто, когда не знаю какую-то компанию, снимаю. И потом прихожу домой, гуглю, изучаю. Кстати, вот эти туфельки мы купили. Мы попали еще на счастливые годы. И они кожаные. Обошлись нам 56 гривен. Пройти мы не смогли. В этот раз в Хумане был не самый шикарный ассортимент. Я очень долго что-то искала. И вообще в общей сложности мы провели в магазине больше трех часов. Вот нашла лакосту. Но потом засомневалась в оригинальности, так как я не нашла дополнительных бирок. Да и вообще сама этикетка была пришита как-то таким дедовским методом. Поэтому я не покупаю такие вещи. Это в качестве ассортимента нашла шорты. Их было, кстати, две пары. Талия попались вот такие вот брюки. Это у нас ли. Потом еще одни ли попадались. Цена 230 гривен, 189. Кто их за столько не брал. Поэтому они довеселись до 72. Несколько вариантов. Tommy Hilfiger встретилась. Но вообще могу сказать, что с этого магазина мы ушли не с пустыми руками. Конечно, взяли супер коллаборации, супер бренды, чему очень довольны. Но это я буду показывать в отдельном видео, уже в примерке. Там, где все поглажу, приведу в порядок. Первый раз в жизни нахожу оригинал Dolce & Gabbana. Это не реплика, не качественная китайская подделка. Это самые настоящие брюки белого цвета от этого бренда. Вот такое вот платьичко попалось. Это у нас ГЭС. Но я брать его не стала, так как не могу сказать, что прям восхищена его дизайном, фасоном. Ну, симпатичная в клеточку, неплохой состав. Но у меня были вещи от ГЭС и более текави. Полная книга с этикетками. Все на боку пришито. Размер XS. Потом вот такая вот кофточка. Я ее взяла, чтобы ознакомиться с составом, но тоже покупать ее не стали. Платье от Кальцедония. Очень понравился этот сарафан, вязанный сверху. Юбка, но тоже ничего так сверхъестественного. Если бы оно шелковое было, было бы интереснее. Вот такая вот кофточка с объемными рукавами. And other stories. Материал вискоза. И тоже решили оставить ее в магазине. А это вот кофточка, которая носится на плечах от бренда Sisley. Я на ощупь поняла, что это шелк. Но так как бельки не было, покупать ее тоже не стали. Футболка от ГЭС. И тут, смотрите, сейчас будет самый прикол. Хоп, видите, когда ее отодвигаешь, такое впечатление, что на футболке представлены два лица девушки. Это вот H&M и Log. Рубашка красная в белую клеточку. Я думала, что это интересная коллаборация. Но нет. Точно так же и здесь. Немножко ошиблась. H&M и Coachella. Это ромпер с длинным рукавом. На груди у него на запах застегивается. И пока я рассматривала его, в зал вывезли новую тачку. И там уже началось сумасшествие. Хотела загуглить вот этот вот бренд. Но посмотрела, что ничего такого супер крутого нет. Потом я просмотрела рубашку от Uniqlo в размере M небесно-голубого цвета. С коротким рукавом. Не ее можно было, в принципе, взять. Но почему-то я засомневалась. Вот такой корсет черного цвета на пуговичках. Льняной. Сзади интересная застежка. Но бренд не суперценный. А это винтажная футболка. Леопардовая тематика. Сделана она на Тенерифе. И, так понимаю, это какой-то местный дизайнер. Вот футболочка. Я вообще эту компанию впервые знаю. Здесь понравился принт горчичного цвета. А это футболка H&M. С шелком в составе. Но я думала, его здесь будет немножко больше, чем 30%. Футболка в размере L. Она мужская. И я ее купила для своего молодого человека. Хоть он не любит подобные модели. Далее мы ходили по залу. Потому что ждали, когда начнутся счастливые пиво-одыны. И вернулись в отдел с обувью. И только посмотрите, какие балетки нам попались. Это оригинал. Насколько вы знаете, эта компания славится своими резиновыми сапогами. Впервые нахожу ее в секонд-хенде. Размер 36. Но я их не купила. В магазине было очень много людей. И когда мы дождались акции, у меня уже сил никаких не осталось. Это я вам показываю в следующий секонд-хенд. Это волыка шафа, которая находится тоже на левом берегу в Амсторе. Здесь мы прошли отдел, который был от 150 до 690 гривен. И потом попали в отдел, там, где все было по 60. Было много джинсов. Масс-маркет модели. И Levi's попались такие вот симпатичные. Зауженные книзу. Неплохая варка на высокой посадке. Впервые попались мне джинсы от бренда Tiger. Другие вещи встречались, но именно джинсы никогда. Я так поняла, что это мужская модель, но которая была перешита под фигуры человека, который их носил. Поэтому они не особо зайдут. Еще одни вот такие вот джинсики симпатичные с разрезами. Мне не понравилось, что сильно мягкий катон. Я люблю более структурированные вещи. Их мы тоже не стали брать. Это льняная блузочка от Zara. Интересного кроя. Размер L. У нее как будто бы пояс присутствует. Деревянные пуговицы. Вообще редко у Zara попадаются такие прикольные составы. Следующая рубашка. Это бренд COS. Размер 36. Она застегивается на пуговичках. Интересная такая манишка представлена. Но цена ее была больше 150 гривен. И как бы можно найти и подешевле. Mason Scotch кофточка. Здесь шерсть в составе представлена. А это Calvin Klein рубашка. Размер M. Красиво оранжевого цвета. Но меня смутило то, что было мало бирок. Но было выбито лого на пуговичках. Размер небольшой. По составу это вискоза. Может быть небольшой процент катона присутствует. Бирка вот такая вот небольшая была. Далее замшевая мини-юбка попалась. Но меня смутила вот эта вот полоса по центру. Такое впечатление, как поцарапанная. Я не знаю. Может быть только химчисткой можно было вернуть ей былой вид. A Days Merch. Это мужской бренд. 100% шерсть мериноса. Красивый цвет хаки оливковый. В идеальном состоянии. Но я решила, так как не сезон, смысл брать. И тем более мужскими вещами я особо не занимаюсь. У меня есть несколько вариантов брендовых. Но прям немного. Еще одни брюки от Tiger попались. Джинсы белого цвета. И тоже я считаю, что это переделка под свою фигуру. Это мужская модель. Классная высокая посадка. Курточка от Zara Trafaluk. Это 100% кожа, косуха. Она стоила больше 600 гривен. В идеальном состоянии. Без дефектов. Можно было бы взять, если цена была чуть дешевле. Далее пошла я на обувь в более дешевом отделе. Здесь, кстати, попадались варианты, которые были представлены на прошлом завозе в дорогом отделе, в люксе, можно так сказать. Кожаных было много позиций. Интересные фасоны. Не всегда модные. Но если поискать, то что-то можно найти. Потом я пошла в одежду. И вот те компании, которые мне неизвестны, я снимала на видео, чтобы потом почитать, погуглить. Эта фирма не особо популярная. Здесь тем более натуральный состав. Засомневалась по поводу этой рубашки. Понравилась мне и расцветка. Бренд мне не знаком. Тоже собираюсь проводить опознание. Вот такая вот кофточка от Calvin Klein. Черного цвета с длинным рукавом, с полупрозрачными вставками. Потом попалась кофточка тоже черная, которая носится на плечах. Блуза от Endaza Stories с какими-то животными. Красивого цвета, такого болотного. Здесь и зебры, и какие-то африканские жители саванны представлены. В этом отделе уже, повторюсь, все вещи по 60 гривен. А вот эта вот блуза меня заинтересовала. На ebay таких всего две представлены. Этой компании мелкий цветочный принт. Вот я ближе показываю лого. Потом нашла жакет от биржка в лепардовом принте. Незнакомая мне компания. Тоже стояла, гуглила здесь, как кожзам вставки. Если были бы кожаны, я думаю, это как бы показывало, что это хороший бренд, неплохой сегмент. Но так как используются ненатуральные составы, то я брать не стала. Прошла в примерочную, взяла с собой кожаный тренч. Классный, в хорошем состоянии, практически не ношенный. Очень понравилось, как сидит и на мне. Из на спинки хорошо выглядит. Спереди потёртости нет, следов носки также не замечено. Ну, а вот эта вот рубашка, которую я любилась, я уже третий день не могу с неё вылезти, начиная с момента покупки. Конечно же, я её постирала, не волнуйтесь. Планирую снять у себя в Инстаграме видео 10 образов с одной рубашкой. И брюки от бренда Кос, это 100% шерсть, размер 36 на высокой посадке, но с кривыми швами по низу, просто в разные стороны швы направлены, поэтому брать не стала. Спасибо, что провели время со мной. Подписывайтесь на канал, будем дружить.